МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире информационная программа темы дня в студии Екатерина Иваненко. Смотрите в нашем выпуске. Обострение конфликта на Донбассе. В Кремле считают действия Киева провокацией. Геннадий Зюганов принял участие в закладке первого камня памятника Потемкину в Севастополе. Верхи не могут, ни за них хотят. В Иркутске состоялся митинг против политики местных властей. Ситуация на юго-востоке Украины обостряется с каждым днем все больше и больше. В результате масштабных обстрелов на территории ДНР погибло 20 человек. Еще 110 получили ранения. По мнению замминистра обороны ДНР Эдуарда Басурина, атака на Донецк может быть отвлекающим маневром украинской армии перед наступлением на Луганскую Народную Республику. По последним данным, в результате сегодняшнего обстрела только в Донецке пострадало не менее 90 человек. Эти данные не окончательные. Поисково-спасательные и эвакуационные работы в разрушенных зданиях продолжаются сейчас. Вину за резкое ухудшение обстановки мы целиком возглавляем на Киев. Политика подчинения целых народов односторонним политическим замыслам привела к тяжелейшему кризису на Украине. Об этом заявил глава Митроссии Сергей Лавров на конференции по региональной безопасности ШОС. Минские договоренности 12 февраля находятся под постоянной угрозой срыва из-за действий киевских властей, пытающихся уйти от своих обязательств по налаживанию прямого диалога с Донбассом. В Кремле также крайне обеспокоены обострением ситуации на Донбассе. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал действия вооруженных сил Украины провокацией в преддверии саммита G7 и встречи лидеров ЕС. В Кремле связывают нагнетание напряженности со стороны Киева в Донбассе с предстоящими крупными международными мероприятиями. Так было и ранее. Президент США Барак Обама подписал акт о свободе. Документ, запрещающий тотальную электронную слежку за американцами. Закон ограничивает полномочия спецслужб. Теперь они смогут получать доступ к телекоммуникациям только с санкцией суда. Таким образом, закон сохраняет возможность сбора информации о гражданах спецслужбами и только лишь вводит ряд ограничений в этой области. Слово нашему обозревателю Олегу Николаеву. «Капитализм освобождается от демократических окул». Такое мнение высказывает британская газета Financial Times. До этого казалось, что капитализм и демократия неразрывно связаны, но политические и экономические потребности оказались сильнее принципов, и эта связь разорвалась. Financial Times, в частности, отмечает, цитата, «Свобода – слабое основание для капитализма на Западе, так как оно ничем не закреплено. Свобода там хоть и сохраняется, но в искаженной форме». Конец цитаты. Что же касается «Акта о свободе», то, в сущности, это новая редакция так называемого «Патриотического акта», принятого после теракта в Соединенных Штатах 11 сентября 2001 года, срок действия которого истек 1 июня. Похоже, принятие данного закона – это объективное развитие и эволюция американской государственной системы, направленной на расширение полномочий спецслужб и ограничение гражданских прав под предлогом борьбы с терроризмом. Олег Николаев, «Крашная линия». В Севастополе установят памятник основателю Новороссии, князю Потемкину. В церемонии закладки первого камня приняла участие делегация КПРФ во главе с Геннадием Зюгановым. Депутаты-коммунисты посетили мемориальный комплекс на Сапун-горе и возложили цветы к обелиску воинской славы. Геннадий Зюганов также провел встречу с губернатором Севастополя Сергеем Миняйло, где рассказал об идее создания памятника Потемкину. С юношеских лет я каждый год бываю, по сути дела, у вас. И в прошлом году, когда мы сюда приехали, обсудили с лидерами фракции, эту инициативу сразу же поддержали все руководители. Лидер КПРФ заложил первый камень в основании памятника Потемкину в центре города-героя Севастополя. В завершении рабочего дня Геннадий Зюганов провел встречу с активистами Севастопольского отделения Компартии и вручил партбилеты новым членам КПРФ. Тяжелые условия жизни вынуждают людей протестовать. В Иркутске около тысячи граждан вышли на митинг против политики местных властей. Организаторами акции протеста выступили активисты местного областного комитета КПРФ. По мнению участников митинга, с приходом к власти губернатора, а теперь уже исполняющего обязанности главы области Сергея Ерошенко, в регионе увеличилось количество проблем. Безработица растет, люди вынуждены переселяться и искать новые места работы. В этом году перестало существовать как минимум 20 населенных пунктов. Жители самого Иркутска жалуются на антинародный закон о капремонте, который, по их мнению, осуществляется с целью извлечения прибыли. Участники акции протеста заявили о полном несогласии с политикой, проводимой Сергеем Ерошенко, и потребовали его реальной отставки. Наш выпуск на этом завершен. Всего доброго, до свидания.